Слава Богу, братья и сёстры! Я уже показывал, что общим надо спеть, у нас получится точно. Но я думаю, что будет всё у нас лучше аппаратура, операторы будут правильно всё, но бывают сбои, знаете, мы на пути перестройки. Я думаю, что у нас в будущем будет всё самое лучшее и будет хорошо. Я вас заверяю, мы говорили, что этот год, это год перемен, много меняется, братья и сёстры, конечно, меняется. Смотрите, уже окна, то был Плайвуд, окна есть, уже стены идут, достройка. Так что мы движемся в правильном направлении. Хочу передать привет. Как-то не было меня, и говорили, спрашивали, где что-то, Петро где-то поехал, да, были мы. Было время, немножко посетили. Привет вам с Покена, от Николая Гришко. Пришлось братьями посетить эту церковь. Потом мы отправились в Канаду, это Кастелгар, посетили одно селение. Оно ознаменательно тем, что в 1898 году туда были переселённые верующие, как их называли туда, Духоборы, Малакани, за то, что они служили Богу. Их сопровождал, в то время не было переводчика, и их советская власть, даже по ходатайству Льва Толстого, просили, чтобы их отпустили. Их привезли кораблями в это место, и пришлось посмотреть, что они сохранили за столько времени. Сын Проханова, который закончил учебное заведение в Англии, им нужен был переводчик, они не знали ни английского, не могли общаться, попросили его, и он их сопровождал, и начинал им там, как переводчик выставлял. И за это время, когда они путешествовали, он там был, он их научил про хановских псалмов. И когда мы посещали, там были те, которые остались, ещё остались из них. Очень много там, это их колонии, как были суровые условия были, как они возводили всё, ничего не было. Была зима, трудности, как они служили Богу. Они сохранили свой язык, русский язык, на котором общались. Мы, они приехали старше, помнят они. И там было приятно, пели те про хановские псалмы, которые их научили, они пели так само, как мы сегодня поём. Братья и сёстры, Бог, Он могущественный, Он сильный. Те, которые возлюбили деньгой явлением, мы говорили, молились там. Дальше мы направились в Калгари, это провинция Альберта. Там была конференция Пентекостал, пятидесятническая, на английском языке, 25-я. Она делается каждые три года, и начиная с 1947 года она началась, каждые три года в разных странах. Там были собраны где-то с 32 стран представители, представляли там епископа, старшие служители, говорили, что происходит в их странах, показывали евангелизации. Там были проповеди, евангелия, пришлось не только слышать, когда мы слышим, немножко увидеть, поприсутствовать, услышать, о чём говорили, пообщаться с нашими братьями. Там были братья наших славян, представлял славян наших, это Виктор Павловский из Молдавии, епископ. Ему было дано время, пять минут, на английском языке он говорил, осветил немножко ситуацию, кто мы, за страны СНГ или бывшего Советского Союза. Там были с Фильнюса, епископ также представлял. И многие, где мы могли общаться, встречали наших русских вокруг Калгары. А встретили брата Владимира, который сейчас там проповедует евангелие. Находится где-то 60 тысяч русского населения, которые понимают, и они собираются, стараются евангелизировать. Пришлось идти так, по дороге мы всегда жили в отеле, шли в конвеншн-центр. Служения начинались с 9 часов, и до самого вечера были перерывы между собраниями, где были семинары, говорили о гонениях, притеснениях, проповеди евангелия и так дальше. Мы общались и говорили нам информацию. Был очень приятно. Однажды мы так проходили здание библиотеки, и там был проход. И мы направлялись, и сзади идут, и по-русски говорят. И рассуждают между собою. А мы шли впереди, мы так остановились, мы были четырех нас братьев. И говорим, ну, а куда вы направляетесь? Добрый день. Они так удивились, а как мы могли вас встретить, откуда вы? Мы обменялись, и вот так дальше. А куда вы идете? Мы идем в библиотеку, у нас тут распевка. Вих капелла там своя определенная. Это неверующие люди. И сразу завязался разговор, а мы говорим, идем, о, как хорошо встретить своих людей. Мы говорим, мы на конференции, вот там, где проходит пятидесятическая. И такой хороший девиз у нее был, о чем мы немножко поговорим перед молитвою. И мы-то заговорили, говорят, ну, посидите. Они нас приглашали к себе, но мы говорим, в нас есть свое служение. Пожалуйста, можете идти, они говорят, как хорошо, что здесь мы слышим, что есть русское население. Итак, братья мои и сестры, Евангелие на Ширице. Можно засвидетельствовать на обратном пути после недельного пребывания или пяти дней на конференции. Мы заехали в Вернон, в Канаду, были в общении, в церкви, также передавали вам сердечный привет. Конкорд нашу знают церковь. Это такие же эмигранты, которые приехали через Китай, через Австралию, а не там, как в Удборне брата Вениамина, там или иных мы встретили. Брата Шуры, которая стихи пишет, вы знаете ее, они посещали нас. Это такая краткая история, братья и сестры, это не был туризм, это было посещение наших братьев. Вам интересно? Это как информация, братья мои и сестры, чтобы вы знали, что есть те, которые любят Бога и служат Богу, как и мы с вами молятся. Итак, конференция. Тема конференции «Дух Святой в наше время». О чем говорили все и придерживались ее? Я слушал, нам было интересно посмотреть за столько времени, сколько они делают. Мы ожидали, что там будут представлены хоры, как мы на наших конференциях и таких собраниях больших. А там со всего мира вот так представлено было. Не было там представления хоров. Немножко говорили о своих церквях, представляли, могущественно и сильно говорили с Африки, с Индии, с Малайзии. С Нигерии, я слушали и одного проповедника, я-то всех их запомнил, и помним, о чем они говорили. И вся тема была «Дух Святой в наши дни». Spirit, now. И они говорили об этом. Пастор Снегерии вышел за кафедру, И к нему принесли пять книг. Я так посидел, думал, будет проповедовать из пяти книг, наверное, что там в них пишется. Я так сидел и думал, возможно, если в нашей церкви, вот так, может, приехали, или в других церквях, я думаю, в наших всех принимают. А если неправильно, то подправляют. Вот. И он начал говорить, поднимать те книги, говорить вот эта книга. И он начал свидетельствовать и говорить то, что принесли Евангелие. С Америки были представители, там тоже представляли Америку, так дальше, я не знаю, всех имен. И они говорили об этом. И он говорил о могуществе, как дух святой спасает в Нигерии, как многие миллионы людей каются, обращаются к Богу. И когда он коснулся силы Духа Святого, что делает Бог в Индии, в Африке, Уганда, они представляли, мы видели их неслужение. И он начал говорить, поднимает одну книгу, вы принесли для нас Евангелие, Канада, Америка, миссионеры. Вот, говорит, в вашей книге процветание, богатство, вы говорите о них, а где у вас Дух Святой? Он говорил, Канада, обращался и говорил, что вы, есть хорошие книги о Духе Святом, много пишут, а говорит, нету, нету Его. И все обращались на эту тему. Это насущная тема. Братья и сестры, это наша тема, пятидесятнику. Я не говорю за другие деноминации, там были евангельские, Форсферчордж были, апостольскую церковь представляли. Все пятидесятнические направления, которые входят в этот союз Пентекостал. Дорогие мои, я говорю, что сидели, мы слушали, были молитвы, и хорошие молитвы были. Ну, пели группы прославления. Мы не соблазняемся никогда, но когда сидели, могут и дым пустить, какое-то там облако такое. И когда на последнем служении, казалось бы, таким заключительным, всегда смотрелись, что они могли представить один раз молодежь, которая могла попрыгать, посидели, слушали. И они сами сосуждают и говорят, и был призыв. Канада! Нам нужно обратиться к Богу. Нам нужен Дух Святой. Книги не помогут нам. Теология, о которой можно говорить, но без реальности присутствия Духа Святаго. Это касается наших церквей, наших проповедей, проповедников, молитвенников, поющих, хоров, регентов, молодежи, которые передают Евангелие, библейские наши школы, без Духа Святаго. Церковь мертвая. Это правда. Читаю Слово Божие. Хотел бы поделиться и напомнить нам о том, что Дух Святой говорил однажды. Он не меняется никогда. Апостол Павел говорит, что Бог, который вчера, сегодня и в веке тот же самый, Ему слава и благодарение. Он не изменился сегодня, не имеет значения, какая страна. Как мы направляемся, если ты познал Бога, одно единственное средство, без Духа Святаго, мы не сможем ни выжить, ни победить, ни войти в город воротами. Деяние святых апостолов. Они об этом говорили, читали. Читаю, первая глава. И собрал ли им четвертый стих. Деяние святых апостолов. И собрал ли их, повелел ли им, не отлучайтесь от Иерусалима, из Иерусалима. Но ждите обещанных. Вот Отца, о чем вы слышали от меня, пропускаю. Восьмой стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И будете мне свидетелями в Иерусалиме. И во все Иудеи, и в Самарии, и даже до края земли. Много можно говорить о Духе Святом, о том, что говорит Священное Писание, книги о святого апостола, деянии святых апостолов. Апостол Павел о том, что говорил. Но я хотел бы сегодня говорить и делать немножко сопоставление, о чем мы поговорим сегодня. Возможно, моя проповедь, мои слова будут такие радикальные, прямые. Постараюсь имен не называть. Возможно, если просто проскользнет какой-то, братья мои, сестры. Но читаю, что апостол Павел говорит, как предупреждение. Иуда. Одна единственная глава. С третьего стиха. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную, святым. Ибо вкрались некоторые люди из древле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. И отвершившиеся единого владыки Бога и Господа нашего, Иисуса Христа. А два стиха достаточно. Вы можете прочитать дальше, что он говорит. Мы еще обратимся к некоторым местам священного писания. Хочу еще прочитать, братья мои, сестры, потому что Слово Божие, куда мы его не читаем, куда мы в него не вникаем, мы часто заблуждаемся. И наше молодое поколение, которое сегодня очень много задает нам вопросов и говорят, почему так случается, почему так происходит. Апостол Павел Галатан говорил в первой главе, как предупреждение и наставление. С первой главы Галатан, апостол Павел говорит такое слово. «Удивляюсь, 6 стиха, удивляюсь, что вы, от призвавших у вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, короче, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но, если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Не буду дальше читать. Он говорит свое свидетельство. Итак, мы говорим о Духе Святом, а здесь предостережение, предупреждение. Многие местах Священного Писания говорят о благодати Духа Святого, которая действовала могущественно в день Пятидесятницы. Апостолу, когда Дух Святой сошел, на апостола они начали говорить на иных языках. Было сказано, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Итак, в назначении церкви было, им сказано, что они должны обогатиться, принять силу Духа Святого. Христос говорил в Евангелии о Тиана, о Духе Святом, Он утешит, напоминание, братья и сестры, что Он будет делать, обличит мир, о грехе, о правде, о суде. Дух Святой будет говорить. Христос говорил, когда вас поведут пред правителями, не заботясь о чем говорить, потому что Дух Святой научит вас этому, что нужно будет сказать. Наши многие братья и сестры переживали во времена гонений. Они говорили и приходили, не знаем, что говорят, вопрос задается, а внутри говорит Бог, полагая слова. И они отвечали конкретно, словом Божиим, и они были многие поздравлены. Это работа Духа Святого. День Пятидесятницы, куда слился Анания Сафира, очень просто Дух Святой проговорил через Петра, вы слугали Богу. Дух Святой побудил вас. Апостол Павел, обращаясь, видел, как женщина в 16 главе, говорила хорошие слова, но апостол Павел усмотрел, то был нечистый дух. Он запретил, освободил ее, проблемы и так дальше. Некоторые заклинатели употребляли, видели, что происходит через дела, проповедь, руки апостолу подается Дух Святой, то за деньги захотел что-то приобрести. Был ответ ему правильный, что он должен покаяться, избавиться от неправильных мышлений, умствований, потому что эта сила Божия не продается ни за деньги, ни за какие добрые дела. Но Бог по своему усмотрению, первое послание Коринфянам, 12 глава, о дарах Духа Святого, говорит апостол Павел, напоминает, что все это дает Господь. Духу Святым, как Ему угодно, как Дух Святой усмотрит на это. Дорогие мои, наша задача, быть доверенным Богу и Духу Святому, то, что Он говорит. Опасность последнего времени, что сегодня все говорят и ссылаются на откровения, ссылаются на Дух Святой. Но я смотрю на Слово Божие, 16 глава Евангелия от Матвея. Не буду читать всех мест, сечественного Писания, потому что только Слово Божие может нас умудрить, открыть эту истину благовествования Христова. И прочитаю, где апостол Павел говорил во первом своем послании, во второй главе Он говорил там, что как написано, не видел только глаз, не слышал лоуха, не приходило на сердце человеку, то, что Бог приготовил любящим Его. А 10 стих говорит, а нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии. Здесь относится к этой единственной личности, категории, что люди могут надмиваться своим умом, человеческим разумом, именно вникая, вторгаясь, другой, то, что не знает. Но Павел говорит, что мы должны быть просвещены, и он говорит, а мы говорим, потому что Бог открыл для нас это духом святым. Мы не смогли подгнать нашего Господа, а любовь Божия излила в сердце наше духом святым, послание Рылью нам поступал, Павел говорит. Поэтому только через благодать, через дух святой мы познаем любовь Божью. Когда она изменила нашу жизнь, мы способны были прощать, любить и любить Бога всей душою. Поэтому нам нужно обратиться и возвращаться к источникам Духа Святого, то, что говорит для нас, в священном Писании, Христос сказал, впьет ты камень, и на всем камень я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее славы и благодарения нашему Богу, и Дух Святой и Бог блюдет церковь, хранит ее, оберегает. Мы перенеслись на просторы этой широкой страны Америки, как мы с вами. То, что мы переживали, то, что перенесли, то, что передали отцы наши, как мы сохранили это, дорогие мои братья и сестры. И так много сегодня открывается церквей. Я не буду напоминать о всех, потому что многие делят церковь. Апостол Павел говорит, предустерегаться от таких людей. Они потом возбудят себе в ранге, называются апостолами. Апостол Павел также говорил о таких людях, лжея апостолы, злые деятели. Они, говорит, делают то, что они хотят, но им, наконец, будет по плодам, по делам их. Они неправильно поступают. Говорят, что им открыл Дух Святой. Открыть церковь в Портланде. Потом церковь где-то переехала, сказала, что уже в Ванкувере нужно открыть. Дорогие мои, и все ссылается на Дух Святой. Дух Святой открыл. Я слышал, когда говорили о наших церквях, что вы хотите в эти церкви? Там старшие поколения, там никого нету, молодежи не дают трудиться. Это по радио, нашим христианском. Они могли говорить, унижать старшие поколения наших братьев, которые пережили, потому что приходите к нам на все самое лучшее, вот мы тут исцеляем, мы изгоняем и так дальше. Дорогие мои братья и сестры, а потом они делятся. И опять Дух Святой, то есть вы открываете там, апостолами себя называют. Это лже-апостолы. Бог избрал апостолов, он поставил, они пронесли весь Евангелие, спасение, а сегодня то, что просветеров, деконов, учителей, пророков избирает, Господь и ставит их, это не церковь ставит. И поэтому, если люди невнимательны, их Слово Божьем не читают, не знают, можно легко заблудиться. Они их обольщают просто, они говорят, давайте деньги, куда посмотреть на многое, то, что сегодня уже известно, и на Украине, и в России церквя, мега много людей, последовали, себя апостолами рожают, валят людей, толкают, падают, потом есть свидетельства, те, которые говорят, они ударяли нас и так дальше, они называют тех имен, то могут пинджаком бросить, то какая-то сила там сошла, то какие-то деревья или палки могут ломать. Братья и сестры, дух сета не для концертов, дух сета не для этого был послан на эту землю, это обольстители, они обольстители, и многие идут. Павел говорит, что здравого для Тимофея, как предупреждение, что в последнее время наступят временно тяжкие, будут избирать учителей, которые будут льстить слуху, и от истины, от вреда слуха, обратятся к басням, они будут имитировать исцеление боленых, за деньги брать людей, чтобы они говорили, что они исцеленные, не исцеленные, приписывают это себе, вот я помолюсь, и вы будьте здоровы, и люди жертвуют деньги таким людям, их Бог чреву, они служат за деньги, а потом люди разочарованные, разбитые, и говорят, как нам, нас обманывали, братьями и сестры, нам нужно обратиться к Духу Святому, Дух Святой так не работает, Дух Святой открывает, говорит, даже пойдет неопытный, не заблудится, вот эту опасность последнего времени, потому что будут лжеучителя, лжепророки, они будут, и будут наводнять, и говорить, что через них Бог, и будут многие идти туда, пойти руки, а там ничего нету, поэтому, дорогие мои братья и сестры, исследуйте Писание, читайте Его, молитесь, обращайтесь к Духу Святому, Тот, Который может провести вас этим путем, евангельским, были времена гонений, апостол Павел напоминает нам, к евреям, и предупреждает, и говорит, чтобы мы ходили перед нашим Богом, служили Ему от чистого сердца, предупреждали друг друга, и что Он говорит? Будем держаться, это евреям, 10 глава, 23 стиха, будем держаться исповедания, упывания неуклонно, ибо верен обещавший, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем обещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте, приближение дня, он, он как предостерегает, не оставлять собрания, идти в церковь, вести в церковь, для чего церковь создана? Это жемчужина, Бог поселил ее и в этой стране, наша поместная церковь, чтобы здесь двери были открыты для грешников. Любой человек, который зайдет в молитвенный дом, чтобы он услышал Слово Божие, услышал прекрасное пение, мог помолиться, мог сойти на Его Дух Святой, он мог покаяться, обратиться. Было время, когда мы жили в той стране, где были гонения на церковь, где мы не могли собираться, но мы шли туда, нас переписывали, нас штрафовали, нам запрещали, нас разгоняли, в лесах собирали лазь церковь, и многие были, но это было жажда, желание, и там мы исполнялись Духом Святым, там было присутствие Божьим, там выстроили, выстроили против всех сил демонических, наряду с этим коммунистическим, идеологическим направлением, что верующих не будет, скоро закончится, последнего верующего покажут по телевидению, а сегодня мы в этой стране и говорим, что жив Господь, слава Ему и благодарение. Мы учим наших детей поклоняться Богу в Духе истине, поклоняться там, где есть общение, чтобы вы не только слышали у Бога, чтобы вы знали Его лично, пережили с Ним общение, могли поклоняться, не там, что у вас пасырь какой-то, в шортах, он говорит такие правильные вещи. Дорогие мои, неправильный вид, неправильное учение, хотя будут говорить вроде правильные слова из Евангелия, неправильно, не увлекайтесь, не обольщайтесь, идите в свою церковь, там, где поклоняются, учат вас и говорят, поклоняться в Духе истине, а потом разбивается, можно все, и сила сегодня церкви, Духа Святого перестает работать церкви, если мы отходим от Бога, от Евангелия, если мы не обращаемся к Нему, как к Духу Святому, именно сегодня вопрос клещения Духом Святым, со знамением иных языков, когда мы сегодня не исполняемся Духом Святым, не говорим на иных языках, как Он дает нам провещевать, наше поколение не переживает, говорит, покажите нам, где оно, мы визуально не покажем, а пережить в Духе Святом, через наше сердце, через наш разум, через поклонение Его, куда слезы текут, куда покаяние происходит, куда Слово Божие касается Тебя, это Дух Святой, это правильная церковь, она проповедует и говорит о всемогущем Боге, который вчера, сегодня, во веки, тот же самый, Ему слава и благодарение. Мы будем идти к молитве. опасность сегодня. Прошло много лет, одна сестра позвонила одному пастырю здесь, в Портланде. Муж поднял на нее руку. Если есть такие мужья, я думаю, что в нашей церкви нет, а если есть, то нужно покаяться. И она сказала, что мне делать, пастырь? Муж меня ударил, он говорит, первое я тебе скажу, вызви полицию. Мы, так как это может быть? Почему это так? Это сегодня с площадью рядом повторяется, и бывает такое. Что-то не так, знают, полицию вызвем, правда, мужа, жена на мужа, бывает мужья, и так дальше. Где-то мы сошли с этого Ивановского пути. Неправильное. Я не поощряю, что поднимать руку на жену или обратно, сторона, так же бывает. Это неправильно. Это не может быть. Но меня удивило, позвонив полицию. Осуждали тогда. Когда сегодня могут братьев-служителей или братьев поставить тамашеров на дверях и не пустить в церковь? Дать restriction order, потому что они сказали, что пастыр неправ. И к ним принесли. И они пойдут на суд, судиться перед неверными. Павел говорит, не жели нету среди вас ни одного разумного? Когда это касается на таком уровне сегодня, не касается церкви, нужно сегодня подумать. Это не евангельское учение совершенно. Хотя я слышал, говорят, сказал Дух Святой, то если Дух Святой говорит об освящении, есть в мире церковного взыскания, а к чему освящение относится к полиции? К стражам порядка сегодня, потому что он сказал, люди, видите, мнение людей, братья и сестры, неправильный путь. Вот что он предупреждал Иуда. И надгреш, что укравились, кажется, издревле, они сегодня говорят. Куда мы говорим, что человек может зайти в церковь? Я переживал в одной церкви будущей. Куда молодые люди, молодой человек не поделили между собою? Он говорит, любит, она отвергла его любовь, потому что она была неправильная, но греховная. Он ее преследовал. Она взяла restriction order и тем бумагой, когда мы читали, они указали адрес и церковь указали. Мы сказали, вы не имеете права этим пользоваться. Церковь, она отделена от мира. Вы можете сами не приходить в церковь, если не хотите, но человеку, который нуждается в покаянии, он грешник, он неправ, он имеет право прийти в церковь и помолиться, склониться вот там, и выйти сюда, и наперед, и покаяться, сказать, я виновен, помолитесь обо мне. не имеете права пользоваться таким. Но когда сегодня на уровне сурделей заработало такое, и сурделей говорят, что вы не можете прийти в церковь, если не грешники, пусть говорит Слово Божие, чтобы не покаялись. А когда детям говорят, вы не можете проходить церковь, потому что в наши родители сегодня, брат говорил о сплетнях, о ябедах сегодня, и говорят, многое могут наговорить, есть состав преступления, если перед миром человек отвечает перед законом этого мира. Есть церковные меры взыскания, они не относятся к миру этому, не к судебным властям. Сегодня многие говорят, отлучили, я буду судиться с вами и так дальше, моральный ущерб, мысли, я не могу спать, так дальше, братья и сестры, наши братья и сестры или братья сурделя в то время, когда человек проворовался, он зашел, просто, говорит, украл, и власти сразу узнали, знала церковь, сразу его осудили, взяли на замечание. Если человек не кается, не смирается на отлучение церкви, ставили его, власти говорят, вот он украл, наше он преступник, а служитель говорит, вы знаете, церковь приняла свои меры, которые она имеет, его наказали, взяли на замечание, они говорят, мы не знали, а то, что по вашим законам, это вы усматриваете, это правильный ответ, это правильное Евангелие, церковь сегодня должна идти этими критериями, поэтому, дорогие мои, это обольщение, это заблуждение, будут говорить, другой раз, разделяя церкви, а сегодня, сами отделяя, я уже неоднократно обращаюсь к такой тематике, если вы хотите создать церковь, идите, проповедуйте, для мира, в Афру, в Индию, создавайте, но куда вы взяли молодежь, вы дернули из церкви, и начали строить, неправильное основание, Павел говорит, я не строил на чужом основании, потом говорят, благодать, да и седу, куда против него, сказали, в той же самой церкви, куда он отделял, а он говорит, это уже неправильно, что люди не имеют права, потому что Бог создал, Бог его поставил, а как ты взял овечек, дорогие мои братья и сестры, куда мы приписываем всякие деления, то, что Бог открыл, мы лучше поведем, сегодня завели, да не в ту сторону уже, говорят, сказали идти вперед, но не сказали, где вперед, и люди сегодня мечутся, ищут его, а не исцеление за деньги, и так дальше, не может быть таких исцелений, дорогие мои, если церковь должна нести Евангелие сегодня, проповедовать, и спасать сегодня, которые в зависимости греховной, мы идем к молитве, братья и сестры, будем молиться, чтобы Господь утверждал нас на Духе Святом, на истинах Божьих, эта тема, я думаю, она не сегодняшнего дня, она во все века, и пусть Бог умудрит нас, и только прочитаю единственное, все-таки то, что Иуда говорит, Иуда напоминает, чтобы наша вера укрепляла сегодня не на человеческой мудрости, и говорит так, 24 стих этой главы, «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить при славою своею непорочными в радости единому премудрому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Помолимся».